Продолжение следует... ...что колледжи, среднее профессиональное образование не просто стало, а является уже ведущим с точки зрения запроса абитуриентов на получение профессионального образования после обучения в школе. И здесь определенное лидерство мы, безусловно, имеем как ключевые позиции. Об этом говорить будем более подробно. Сегодня цель нашего разговора уже детально посмотреть на те тренды, на те особенности, на те все элементы, которые переживала система образования по разным профилям, по разным направлениям именно в рамках приема 2023 года. Сегодня обсуждать со мной эти вопросы будет временно исполняющая обязанности министра образования в Сибирской области Мария Нарильевна Жиферова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже и мой приветник из конференции. Спасибо. А также рада сегодня представить сегодня на сайте прямой связи министра образования и науки Танбулской области Татьяна Петровна Котельникова. Здравствуйте. Добрый день. Также рада представить заместителя министра образования и науки Нижегородской области Елена Викторовна Перенкова. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. И сегодня со мной в зале заместитель директора колледжа Московского педагогического государственного университета, ответственный секретарь приемной комиссии, потому что мне кажется, что вот глубже всего понимает, узнает этот вопрос, как раз ответственный секретарь приемной комиссии этого замечательного ведущего педагогического университета страны Наталья Вареньевна Житима. Итак, уважаемые коллеги, несколько слов к началу нашего разговора. Итак, что представляют собой ключевые данные по итогам приема 2023 года? Во-первых, в этом году по данным Министерства просвещения и, собственно, Офиса правительства, примерно 3 миллиона заявлений было подано на обучение по программам среднего профессионального образования. И мы видим, что из них большая часть была подано именно по техническим специальностям, по техническим направлениям. Примерно конкурс именно на технические специальности в рамках СПО составил 2,9 человека на место. Мы понимаем, что приемная кампания еще продолжается. Она охватывает более 3,5 тысяч колледжей и более 700 колледжей в составе вузов. И в этом году уже фактически за партой серия в рамках как раз данного уровня профессионального образования где-то 1,2 миллиона первокурсников. Всего численность обучающих в этом году в рамках системы СПО составит 3,7 миллиона человек. Я напомню, что это больше, чем в предыдущий период. В прошлом году мы фиксировали 3,5 миллиона. То есть в этом году пришел больше, будет учиться больше и соответственно больше выйдет в рамках уже тех дипломов, которые мы видим. Также развивается активно и продолжается приемная кампания «Шелмобор» в рамках проекта «Профессионалитет», где в этом году уже реализуются более 500 программ и планируется, что более 50% всех колледжей станут уже участниками этой программы. Итак, что же происходило, что же было наиболее востребованным в этом году, какие направления подготовки, причем мы обратили внимание, что сегодня ставим разговоры очень разные регионы из разных частей нашей страны, где именно это направление подготовки является одним из ключевых топовых. И давайте посмотрим именно уже на детали. Я хотела передать микрофон и наполняющей обязанности министра образования в Новосибирской области Марина Эль-Мишаферова. Марина, здравствуйте еще раз. Какие основные итоги приемов колледжа 2023 вы можете подвести по Новосибирской области. Сердце Сибири. Спасибо большое за предоставленную возможность. У нас есть некоторые нюансы и тренды, какие-то повторяются. В частности, есть специальности, на которые набор и востребованность которых достаточно высока. И этот год подтвердил этот тренд. В частности, у нас традиционно высокий конкурс и серьезно востребован графический дизайн, информационные системы и прогнозирование, операционная деятельность в логистике, учитывая, что Новосибирская области, Новосибирская калинистра, научно-образовательный центр, научно-тервездный логистический центр. Поэтому это вполне объяснимо. Мы подтвердили некие тренды с точки зрения содержания, с точки зрения специальностей. Второе, конечно, особенностью этой приемной кампании, это серьезная работа, такая для нас достаточно новая, я имею в виду колледжа, это прием заявлений на выступление через единый портал государственных услуг. Это совершенно замечательный сервис, который позволяет нам, в самом деле, более оперативно работать с нашими объекоменентами, давать обратную связь более четко. Это будет второй момент. И третий момент, который касается специфики этого года, это то, что именно в этом году мы стали наиболее активно работать с договорами на целевое обучение, не в процессе обучения, а в процессе приемной кампании. Мы имеем определенное число заключенных договоров на обучение по результатам приема, да, и как за осуществление, которые у нас уже имеют место в виду. Но если дополнять тот, наиболее востребованных профессий и специальностей, кроме вышеназванных, еще в Новосибирской области лидируют переработка педагогического колледжа образования и педагогической науки, коррекционный педагогика в начальном образовании, преподавания в начальных классах, физическая культура, дошкольное образование, это профессии, которые находятся в том, как с точки зрения спроса, с точки зрения конкурса и, конечно, от баллов. Ну вот, примитительно к баллам. Какие у нас самые высокие баллы получились? Колледж печати и информационных технологий, если говорить о том, в тех направленности, 4,5 баллов с точки зрения баллов по аттестату. И с точки зрения педагогических специальностей, ну, поскольку в этом году у нас замечательно появились вступительные испытания практически на всей педагогической специальности, ну, не через баллов, а аттестата. Ну, а такая система, которая в каждом юриде же своя собственная, ну, из 17 возможных по нашей внутренней шкале у нас дети набирали 15 баллов, в том числе и пятибалльный аттестат. Поэтому, в общем, качество набора по специальностям достаточно на высоко. Если говорить о том, что меняется вверх для развития системы среднего профессионального образования, то хочу сказать, что за последний пятилетний период, и это востребовано, поэтому мы и дрифлюруем эту сторону, конечно, в частности, в Новосибирской области, в Питон-40 треновую программу среднего профессионального образования. Это про нашу вид за стену труда и запросов интуиентов и их родителей. Ну, например, появились у нас аддитивные технологии, мехатроника, мобильная робототехника, техническое обслуживание и двигательных систем и агрегатов автомобилей и так дальше. Это вопрос в том, как мы революционируем. Да, вы абсолютно правы, у нас увеличивается контингент. Конечно, он связан с положением престижа, среднего профессионального образования и связан с демократической ситуацией. Потому что каждый год в Новосибирской области у нас 120 девятиклассников прибавляется, из них не менее 40% уходят в колледжи, в том числе и в Министерство образования, и не только. Поэтому уже в этом и на 2024 год в Новосибирской области снова увеличивает нам контрольные сыгры приема, потому что из них начали росты и удовлетворили рынок и спрос, в то же время обеспечивания своих родителей. Ну и, конечно, в качестве подготовки, собственно, содержания и методики серьезное значение в повышении пестижа имеют и совершенствование материально-технической базы в колледжи. За последние пять лет мы очень здоровы выросли, в частности, за счет федерального проекта «Молодые профессионалы» это и мастерские, инициативное проведение демоэкзаменов, про профессионалитет, скажем чуть позже, это отдельная история, тоже очень эффективная с точки зрения перенастройки системы среднего профессионального образования. Ну и хочу отметить еще одну особенность профессионального образования в Новосибирской области, это серьезный угол, серьезный тренд на более глубокую, кредитную, детальную, индивидуальную работу, профилитационную работу со школьниками. Ну, для того, чтобы мы получили качественного аппетриента, потенциального студента, который потом не разочаровал работодатель, сам не разочаровался в собственных выборах, чтобы выборы были осознанными. Так, у нас на территории региона реализуется программа «Политехническая и Акратегическая школа». У нас за последние годы более 10 тысяч школьников одновременно с аттестатом на среднем учебном образовании получают свидетельство о профессии. И, конечно, кроме такого социального лифта, серьезного с точки зрения дверных навыков, это, конечно, и социальные навыки, и мы наращиваем свою работу в этом направлении. Конечно, замечательно работаем в «Белет в будущее». Проф-клубы – это эффективная история, которая теперь пошла в год в минимум, и мы очень благодарны Министерству просвещения Российской Федерации за то, что эта работа теперь приобретает такой системный характер, зашивается в общее видение, и нас это сподвигло в том дисплее на то, чтобы определить регионального координатора, который системы профессионального и личностного самоопределения будущего абитуриента, студента и профессионала возьмет в свои руки на региональном уровне. И это придаёт, конечно, нам системности. Ну и в завершение, если позволите, я бы, конечно, хотела сказать о том, как Новосибирская область работает с федеральным проектом в офисном институте. В 23-м году первый зашёл кластер, малый кластер, так называемый, образовательный кластер в направлении педагогика. И в 24-м округовой, это стало такой заразной историей, и профтехколледжей, в частности, Новосибирский колледж электроники, и учительные техники, а также Новосибирский колледж промышленных технологий, был два колледжа на 24-й год, также выиграли в федеральном проекте. Они два образования на производственных кластера, с формируемых в 24-м году уже приступили. Я хочу сказать, повторить мысль о том, что это очень правильная перезапаза в систему профобразования, особенно как членом обменческой команды, который прокачивает теперь мастерство управления Сениш. Могу сказать, что это совершенно другое видение роли колледжа в экономике региона, а конкретно образовательном производственном кластере, через которое ты понимаешь, как ты миссию для региона свою реализируешься образовательно. Поэтому вот так, если позволить, очень коротко выглядят итоги приемной компании, которая, конечно, еще не завершена, хотя абсолютное большинство, которые за приемом не закрыли. Спасибо за это. Малина, огромное вам спасибо. Знаете, хотелось сразу уточнить, вот смотрите, когда приходит такое огромное количество, такой большой спрос, да, новые специальности, новые колледжи, абсолютно новое мироощущение, которое меняется сегодня у семьи, да, этот вопрос растет. С одной стороны, всех надо учить, то есть должно хватать площадей, да, и оборудование для получения. С другой стороны, всех надо где-то сидеть. Я просто почему хотела именно вам этот вопрос адресовать, потому что я понимаю, что Новосибирская область, как сердце огромных территорий, да, притягивает молодых людей. Вот вопрос кампусов, вопрос определения, вот как бы вот этот элемент, потому что если они едут, да, оказывают такой высокий кредит доверия, насколько система готова их принять? Вы знаете, пока готова, но вы абсолютно правы, еще немножко и нашей мощности не хватит. Именно поэтому, при обсудении бюджета на следующие и последующие годы, губернатор нашей области Андрей Александрович Штравников, вот все, что мы просили с точки зрения ремонтов, общежития, расширения площадей, даже строительства новых коллеги, все наши заявки в нем удовлетворены. Поэтому вы абсолютно правы, это серьезный тренд, который мы будем финансово, материально поддерживать. Так и есть. Спасибо вам огромное. Не покидайте нас, оставайтесь с нами, мы будем сейчас чуть попозже отвечать на вопросы. Я хотела бы передать микрофон с итогами приемной кампании 2023 года министра образования науки Тамбовской области, Татьяна Петровна. Катерина, Татьяна Петровна, здравствуйте. Тамбовская область – одна из ведущих сегодня систем образования страны. Здесь очень четко выстроена работа с молодым человеком, скажем так, да, с детского сада и, собственно, до профессионального уровня. Какие итоги вы видите в этом году? Вот мы видели у коллег очень тесная связь с производством, очень оперативный ответ на запрос рынка труда. У вас он несколько иной. Что происходит? Добрый день, еще раз, коллеги. Спасибо за оценку. Надеюсь, что и студенты, и школьники, родители Тамбовской области также оценивают возможности и условия, которые сегодня создаются в системе образования. Коллеги, конечно, безусловно, есть общероссийские тренды, и они сегодня характерны для всех субъектов Российской Федерации. Думаю, что все последующие спикеры это тоже подчеркнут. Есть абсолютно региональные особенности системы среднепрофессионального образования, простая система, которая очень тесно связана с экономикой, с развитием социальным и экономическим региона. Что происходит у нас? У нас 20... Мы небольшой субъект, у нас в системе среднепрофессионального образования чуть менее 20 тысяч студентов, у нас 20 государственных и 5 частных образовательных организаций в системе среднепрофессионального образования. Кроме того, все четыре ВУЗа, которые реализуют программы высшего образования, они также имеют структурное подразделение, реализующие программы среднепрофессионального образования. Что хотелось бы подчеркнуть, мы, я думаю, это во всем субъектах, но над темой взаимодействия системы среднепрофессионального образования и работодателей. Мы задумались действительно очень давно, и поэтому в системе сегодня шесть учебно-производства, образовательно-производственных кластеров в сфере промышленности, IT-технологий, социальной сферы, сельского хозяйства, как основополагающие в отрасли экономики нашего субъекта, IT-технологии, социальная сфера, транспорт. Существенное влияние на формирование контрольных цифр приема в нашем регионе в текущем году оказалось серьезное увеличение, просто в разы увеличение государственного заказа нашим предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Это потребовало от нас серьезной перестройки контрольных цифр приема в сторону подготовки специалистов для ОВК. Поэтому сегодня наша структура контрольных цифр приема в 2023-2024 году была серьезно изменена в регионе. И сегодня технические специальности, специальности, связанные с развитием предприятия ОВК, сегодня соотносятся, например, социальной сферой как 60 практически на 20. То есть это такая серьезная трансформация самой структуры подготовки специалистов. Дальше, что хотел бы отметить, характерно для нашего региона, мы действительно выстраиваем, вот сейчас коллега из Новосибирска говорит, как важна система самоопределения, профориентационной работы, эффективной работы, система среднего профессионального образования. Поэтому в регионе для нас характерно следующий тренд. У нас 76% студентов, абитуриентов среднего профессионального образования, это набор на базе 9 классов. Это такая, достаточно серьезная такая особенность нашего региона. Следующее, что порадовало в текущем году, у нас на протяжении вот там трех последних лет очень такой ощутимый тренд на востребованности IT-специальностей именно в секторе среднего профессионального образования. Были у нас проблемы с агитацией детей на IT-специальности, и нам удалось преломить эту ситуацию. Сегодня мы прекрасно видим, насколько востребованы специальности в IT-направлениях. Если говорить о качестве приема, о качестве приема, и о конкурсной фактической ситуации, которая складывается, то я бы несколько таких трендов у себя отметила в регионе. Ну, первый, безусловно, это рост востребованности педагогических управлений, специальностей. В текущем году на, фактически на 320 бюджетных мест в регионе было подано более тысячи заявлений. Мы считаем, что это безусловно результат правильные, грамотно выстроенные профориентационные работы, это эффекты наших социально-педагогических, психологопедагогических классов, то и в целом профориентационные работы по педагогическим специальностям, которые проводятся. Высокая востребованность, чуть ли там практически, возле трех человек на место, это медицинские направления. Мы в текущем году выполнили поручение президента, увеличили прием образовательной организации, которая готовит специалистов для медицинских учреждений, даже чуть больше, чем на 10%. Это связано с высокой, с интенсивностью развития лечебно-профилактических учреждений в регионе, развития медицины в сельской местности. Благодаря национальному проекту здравоохранения в регионе активно развивается сегодня медицина на селе, и там требуются специалисты и среднего звена в том числе. Поэтому, отрывные цифры приема по медицинским специальностям были увеличены, и в том числе, в общем, высоко востребованы. Почти три человека на место. Мы изменили также подходы к формированию и содержанию образования в текущем году, опять же, с увеличением голособоронзаказа. Во все смежные специальности мы ввели отдельные модули, мы в качестве примера приведу, например, в модуле слесарных работ, что позволяет увеличивать нам количество потенциальных работников на предприятиях оборонно-промышленного заказа к тем контрольным цифрам приема, которые совсем по соответствующим специальностям, почти на 600 тысяч человек ежегодно. Это очень ощутимая прибавка к пополнению кадрового потенциала предприятий гособоронзаказа. Что еще хотелось бы подчеркнуть, что сегодня меняется отношение работодателей к системе среднепрофессионального образования. И если еще два-три года назад драйвером этих отношений, инициатором отношений была все-таки система образования в большей степени, да, то сегодня у себя в регионе мы точно отмечаем тренд на том, что работодатели учатся формулировать заказ системы образования, разделяют системы образования ответственные за подготовку специалистов. Что имеем в виду? Что сегодня работодатели заказывают нам конкретные специальности, даже не связанные с колледжем, которые не работают в профессионалитете, заказывают нам конкретные специальности, мы формируем группы под конкретных работодателей. Ну, вот такие группы, например, мы сформировали с нашим заводом Тамбовмаш, который сегодня уникальную продукцию готовит по гособоронзаказу. И это все, и эти группы, они, безусловно, по целевому обучению, с выплатой целевых стипендий, с наставниками, с реализацией программ дуальной подготовки. Еще раз, коллеги, подчеркну, что мы четко понимаем, что эффективность системы образования работает во многом, зависит от того, насколько системно мы занимаемся в профориентации. Сегодня, благодаря проекту, национальному проекту образования, в регионе есть Центр опережающей профессиональной подготовки, на который сегодня в регионе возложены все функции методического, методологического сопровождения профориентационной работы, взаимодействия с между школой, колледжами, вузами и конкретными работодателями. И все сюжеты, связанные с профориентацией, они аккумулируются в Центре опережающей профессиональной подготовки. Ну и вторая тема в дополнительной федеральной повестке, которая сегодня есть в уроке России Мои Горизонты, которую, кстати, мы дополняем региональными уроками, сегодня ведем разработку, потому что мы убеждены, что нужно просто, ребята, ориентировать в социальную сферу, IT-сферу и так далее, нужно ориентировать на возможности региональной экономики, и нужно знакомить с предприятиями в реальном секторе экономики в регионе и с людьми, которые делают эти предприятия эффективными. Но мы также работаем по тому, чтобы каждая школа в своей концепции отражала безусловно ориентир на просто на профессиональное самоопределение ребят, но мы создаем школы, агрошколы, инженерные школы, социокультурные комплексы, где с начальной школы ребята погружаются в мир профессий, в тренды развития отраслей и так далее. В целом, приемная компания у нас в Томбургской области в системе среднего профессионального образования практически завершена. Мы подводим сейчас безусловно количественные и качественные итоги, но фактически все колледжи по всем специальностям будут приготованы на 100%. Поэтому взаимодействие с работодателями, такие гибкие подходы к формированию контрольных цифр приема нас в текущем году вполне удовлетворило. Но в перспективе мы входим в три колледжа, по трем направлениям входят в проект официально издетей, надо отметить, что у всех очень большое ожидание от реализации этого проекта. Прекрасное информационное сопровождение, высочайший интерес и у школьников, и высокая мотивация у педагогических работников, у нас у управленческой команды, к тому, чтобы полноценно масштабно и очень я командил этот проект спасибо спасибо вам огромное я сразу отрисовать вопрос который относится направлении связан с сельским хозяйством потому что там узкая область сегодня современной россии в этом году профильное министерство отмечают высокий рост большой рост интереса вы всегда говорили что на самом деле запрос на образование в этом направлении персональное образование очень высок здесь был еще высокий целевой набор университет и всегда был высокий запрос но сюда приходили ребята ну скажем так со средними и не самыми высокими результатами например юг если мы говорим об университетах в этом году колоссальный бум высокобальников которые пришли в сельскохозяйственные вузы чувствуете ли вы эти изменения в отношении среднего профессионального образования пришли отличники в колледже которые ориентируют на сельское хозяйство ну вот если мы можем это зафиксировать спасибо за вопрос действительно сельское хозяйство еще раз подчеркнуло это основа экономики региона и мы вместе с работодателями очень разные специальности в агроколледжах ну в качестве примера у нас специальность в ветеринарию в системе СПО у нас в текущем году было три человека на место поэтому это действительно одна из самых востребованных специальностей высокий интерес к профессиям связанным с механизацией я отмечу что все колледжи которые работают в теме связанные с обслуживанием сельскохозяйственной техники они уже давно работают по дуальной системе обучения благодаря участию региона в проекте молодые профессионалы у нас потрясающие мастерские с самым новейшим и современным оборудованием и поскольку колледжи работают по системе колледж-классов то ребята уже с девятого класса фактически становятся студентами учреждений переднего профессионального образования и они же потом и поступают на окончание десятых классов на второй, на третий курс колледж в зависимости от программы и это все учащиеся со средним баллом выше четырех четыре-два, четыре-три поэтому, да, то есть Итамбургская область тоже подтверждает тренд возросшего спроса к специальностям в сфере сельского хозяйства спасибо вам огромное мы переносимся в Нижний Новгород давайте посмотрим как развивается ситуация в одной из центральных столиц нашего Павлужья мы видим большой спрос на профессиональное образование, который, кстати, характерен в принципе для городов-миллионников вот Новосибирск сейчас нам говорила о том, что приезжают ребята с разных концов Павлужья находятся на перекрестке миров и практически вся страна, да, крутится вокруг нашей большой реки заместитель министра образования Новгородской области Елена Викторовна Перенкова какие итоги приема вы фиксируете у себя по отношению к Ольже? ну, прежде чем говорить об итогах нашей приемной кампании я хотела бы буквально кратко рассказать, что из себя представляет Нижегородская область Нижегородская область, это, в первую очередь, она входит в число крупнейших индустриальных центров России с высокой долей промышленности в экономике также с развитым сельским хозяйством и наряду с развитием крупного бизнеса успешно развивается средний-малый именно это и дает нам возможность развивать промышленность готовит для них кадры Нижний Новгород, это столица креативных индустрий и народных художественных промыслов мы входим в топ-6 туристических центров в России и кратно нарастили туристический поток за последние пять лет но для того, чтобы обеспечить сильное развитие отрасли экономики нужны кадры нового поколения и, конечно же, ключевой здесь роль играет подготовка кадров, которые мы обеспечим в колледже и техникум в Нижнего Русской области функционируют 74 профессиональных образовательных организаций и 17 вузов, которые реализуют программы СПО всего у нас свыше 75 тысяч студентов и обучаются они по 197 программам среднего профессионального образования популярность у армитриентов и продолжают оставаться неким гарантом старта успешной карьеры для нас главная задача, чтобы каждый пришедший обучающийся в общеобразовательной организации осознанно сделал выбор своей будущей профессии и этому способствует выстроенный системный подход в профессиональной ориентации и, начиная с экскурсии предприятий проведения занятий в общеобразовательных школах предпрофильных классах встреча с успешными людьми профессиональные проблемы и все это в рамках федерального проекта успех каждого ребенка в этом году в инициативе Министерства просвещения мы активно внедряем проект профминиума что усилит эффективность осознанного выбора ребенка в профессии что является также важным что же касается приемной кампании 23 года в Нижегородской области по программе на сегодняшний день зачислили 23 тысячи абитуриентов это примерно больше, чем 60% выпускников 9 классов которые выбрали в получении среднего профессионального образования но если говорить о качестве то по сути 40% абитуриентов имеет средний балл выше 4 это уже говорит о том, что это востребовано и где-то примерно треть из этого количества у нас средний балл выше 4,5 это почти каждый зимой абитуриент что говорит о том, что он действительно привлекательный системы среднего профессионального образования на сегодняшний день были выбраны абитуриенты но они же эти профессии и специальности востребованы на рынке труда мехатроника и мобильная робототехника аддитивная технология информационные системы программирования технологии машиностроения и я могу перечислять очень много технических специальностей и профессии они настолько востребованы что конкурс был просто начиная, например, радиолитоника это было 5 человек на одно место бюджетное технология машиностроения 3 человека на бюджетное место но вместе с тем были также востребованы такие специальности как туризм и гостеприимство на школьное образование образование начальных классов сестринское дело ветеринария актерское искусство и многое другое поэтому мы говорим о том, что когда мы формировали контрольные цифры приема у нас выстроена система этого формирования контрольных цифр приема ну первое, что мы делаем мы сначала формируем и определяем какие потребности от предприятия и организации имеются в кадрах потом мы начинаем территориально по каждому муниципальному и городскому округу проводить собеседование где приглашается либо глава этого городского округа или муниципального либо его заместитель по экономическому развитию у нас создана межледовательская комиссия на котором мы обсуждаем вместе с предприятиями о том, что нам какие у нас будут потребности в среднесрочном и долгосрочном прогнозе и только после этого когда мы формировали мы выставляем это на конкурс контрольные цифры приема и они же являются востребованы острым на руки труда что хотелось бы сказать о нововведениях конечно же привлекательным среди амитриентов системы является проект профессионалитет в настоящее время в Межгородской области созданы 6 образовательных производственных центров это кластеров металлогии машиностроения сельское хозяйство строительство и многое другое к 2024 году их станет 10 и в этом активно нам продвигают это наши региональные органы исполнительной власти предприятия и организации и все вместе мы формируем новую перезагрузку системы из по оборудов отметить что прием в 2023 году на программы которые вошли в федеральный проект профессионалитет составляет больше чем двух тысяч это где-то две с половиной тысячи человек обучение ведется по 15 специальностям и профессиям таким как металловедение термическая обработка металлов мехатроника мобильная работа техника эксплуатация эмоций с хозяйственной техники оборудование сварочное производство в настоящее время заключено следовые договоры в рамках этого федерального проекта их на сегодняшний день у нас более 350 а это говорит о том что это гарантировано с одной стороны предприятие что он получает готового специалиста и тоже самые специалисты наш сегодняшний вчерашний ветрен сегодня студент он уже обеспечен рабочим местом это очень важно потому что все программы согласованы с предприятиями и под них формируется вся образовательная программа я хотела бы остановиться еще на одном моменте о том что в рамках профессионалитета есть основные направления которые сегодня в тренде это сокращение сроков обучения за счет идентификации образовательных программ которые очень Я хочу сказать, что все, кто в этом проекте, была уникальная разработана программа Министерства просвещения Российской Федерации, в которой мы обучали команду. Команда, которая управленцев состояла из руководителей региональных органов исполнительной власти, что было впервые. Это команда руководителей образовательного учреждения опорного колледжа. И таким образом происходила перезагрузка всех. Это носило такой массовый характер. Ну и еще, что самое главное, что создание на базе колледжа и техникум учебно-производственных комплексов, что само по себе является той стартовой площадкой, на которой наши студенты, будучи студентами, уже трудоустроены, имеют возможность отрабатывать свои профессиональные навыки на конкретном рабочем месте. Ну и я хотела бы еще добавить в свое выступление еще одно новое введение, которое Министерство просвещения Российской Федерации нас подвигало. Это когда у нас предвыпускные и выпускные курсы, наши ребята студенты трудоустраиваются на предприятиях, особенно воронно-промышленном комплексе. Вы знаете, мы проводили встречу с такими детьми. После того, как они отрабатывают месяц учениками, они идут полноценными сотрудниками предприятия. У них иногда зарплата выше своих родителей. А под них составляется генеральная программа. При встрече мы не знаем, но, наверное, тяжело. Ведь все-таки отработать целый день у станка и потом идти учиться. Вы знаете, они говорят, нет, это так интересно. И я вспоминаю, молодость, она и есть молодость. И вот, пользуясь случаем, в канун профессионального праздника системы профообразования, который состоится 2 октября, я всех коллег поздравляю с этим праздником. Я желаю творчества, успехов, а самое главное для всех нас мирного неба над головой. Спасибо вам огромное. Елена Викторовна, спасибо за поздравления. Я думаю, мы все присоединимся как раз к этому моменту, да, тем более, что в понедельник мы будем отмечать этот замечательный день, профессиональный день среднего профессионального образования в России. Но когда мы говорим о развитии, о трендах этого уровня получения профессионального образования, мы фиксируем, по сути дела, вот сейчас все коллеги, кто выступал, и Марина Ильна, и Татьяна Петровна, и Елена Викторовна, мы отмечаем, по сути дела, некоторое ядро, некоторый топ интересов, по сути дела, молодежи к колледжам, которые мы видим в этом году. Это IT-работа техника, это педагогические направления, сельское хозяйство, инженерное направление, да, то есть вот лидеры, по сути дела, этой зоны уже. И педагогическое образование здесь фактически играет одну из ключевых ролей. Мы видим сегодня ключевой тренд в области высшего образования, да, педагогика стала второй, по сути дела, среди групп острированных специальностей. После IT сюда колоссальный интерес, ребят, что происходит в отношении педагогических колледжей, более подробно попросили рассказать заместителей директора колледжа Московского педагогического государственного университета имени Ленина, директора приемной комиссии, Наталья Валерьевна Штигна. Тем более, смотрите, у вас ведущий педагогический буст страны, вы лидеры. А у вас колледж, по сути дела, то есть вы как лидеры в данной ситуации всего этого направления в отношении к среднему профессиональному образованию. К вам приезжают со всей страны. А что происходит здесь, что нового, что меняется, на что стоит обратить внимание? Вы знаете, у нашего университета очень такой хороший девиз, под которым мы все живем и работаем, верим традициям, открыть инновации. Вот в отношении как раз педагогических специальностей в системе среднего профессионального образования, этот девиз, как никогда сейчас актуален, он действительно работает, потому что традиционно педагогические специальности в сфере среднего профессионального образования были востребованы. Причем они настолько востребованы, что мы привыкли и всегда это рассматривали как должное. Сейчас же, по одной простой причине это всегда происходило, воспитатель детского сада или первая школьная учительница для многих школьников становится достаточно значимыми людьми. На них хочется равняться, им хочется подражать. Профессии понятные и привлекательные. Соответственно, школьники, выпускники школ выбирают именно эти педагогические специальности. С другой стороны, в современном обществе, в социальной сфере, те изменения, которые в последнее время происходят, подталкивают наших выпускников, школьников-выпускников, к взгляду более конкретному на педагогические специальности. Многие рассматривают педагогическую деятельность, желание заниматься педагогической деятельностью с детьми с ОВЗ, с детьми с особыми образовательными потребностями. И отсюда получается, что на современном этапе наибольшую популярность среди педагогических специальностей в СПО приобретают уже не просто преподавание в начальных классах, а коррекционное педагогика в начальном образовании. Не дошкольное воспитание, а специальное дошкольное воспитание. И в последнее время именно на эти специальности, во всяком случае, в Московском регионе и со стороны общества запрос больше, потому что именно под эти специальности коррекционная педагогика и специальное дошкольное воспитание даются большее количество контрольных цифр приема. И со стороны абитуриентов тоже желание получать именно вот такую же углубленную специализацию в области педагогической деятельности тоже это прослеживается. Наверное, еще нужно остановиться на том факте, почему наши школьники выбирают педагогические специальности уже на уровне среднего профессионального образования. Сейчас в школах на достаточно раннем этапе начинается специализация. Те самые профильные классы, которые многие уже на уровне шестого, седьмого класса, то есть в момент выпуска, я не скажу, что все выпускники, но многие понимают как минимум направленность, что интереснее, что лучше получается. Есть физики, есть лирики, есть люди с математическим складом мышления, есть гуманитарии. Если мы посмотрим в целом на систему среднего профессионального образования, на те специальности, профессии, которые готовятся, ну я на вскидку это говорю, исследования не проводила, возможно они существуют, но на вскидку все-таки технических специальностей, профессий и рабочих специальностей больше, чем в гуманитариях. Соответственно, ребенок, который заканчивает школу и понимает, что он гуманитарий, выбор его не столь велик, как в технических специальностях. Поэтому, наверное, опять-таки это тоже подталкивает к выбору педагогического направления. Часто бывают случаи, когда абитуриенты приходят в колледж, подают документы не принципиально на «хочу быть учительом начальных классов», а «хочу получить гуманитарную специальность». Учительская специальность – это как раз специальность гуманитарная. Вот поэтому это тоже один из моментов, который дает нам возможность работать с большим количеством абитуриентов, а отсюда, соответственно, и качество приема, и замечательные мы получаем контингенты уже на уровне студентов первого курса. Спасибо вам огромное. Есть ли какие-то дополнительные вступительные испытания? Что-то будет происходить? Уже происходит, а с этого года на все педагогические специальности введены вступительные испытания. Их характер, форма, содержание определяется каждой образовательной организацией. На уровне учебно-методического совета педагогических специальностей СПО есть рекомендации по выбору форм. Но каждый образовательный колледж, каждое образовательное учреждение в правильном порядке самостоятельно эти формы. Многие остановились на варианте проведения собеседования и, в частности, анкетирования как разновидности письменного собеседования, целью которого является понять направленность, желание получать педагогическую специальность, с чем это связано, ну и профессиональные значимые качества, которые необходимы для того, чтобы в дальнейшем обучаться и получать специальность. Это московская история? Нет, это история всероссийская. Спасибо. Вот в этой связи могла бы я просить прокомментировать. Марина Ильевна, скажите, пожалуйста, есть ли вступительные испытания в колледже Новосибирске области? Ну, конечно, мы получили с этого опыта такое право, и по всем, исключая педагогическое образование, не по всем оборудованию, не упустимо проводить вступительные испытания. А так, да, в абсолютном большинстве случаев, и вы знаете, были парадоксальные вещи. Люди с пятибальными аттестатами у нас в эту придурную компанию зачастую не проходили, как будущие учителя в начальных классах или педагогики дошкольного образования, потому что в рамках собеседования, у нас, когда у нас было тестирование всего, в это индивидское и устное собеседование, они не продемонстрировали зачатки профессиональной мотивации, свою профориентированность, соответствующее отношение к детству, которое в этом возрасте уже, конечно, может быть сформировано и должно быть сформировано. Поэтому это совершенно замечательное приобретение этого года, но этому очень нравится. А к вам идут учиться на педагогов отличники? Вот, знаете, в Москве мы видели такой тренд, что только отличники. Берут на бюджет только отличников. Вы знаете, нет. Ну, например, на ту же коррекционную педагогу начального образования, которую сказала коллега, у нас там в оборах 1,4,68, да, но после одну кубу проходили ту камушку в этом году по целом области аттеста, плюс собеседование, плюс психологопедагогическое тестирование. И вот отличники, которые имеют другую направленность, например, очень любят свой предмет, но категорически не любят ребенка. Они не смогли пойти. Очень интересный тренд. Татьяна Петровна, в Тамбовской области в педагогические колледжи все-таки отличники идут? Я вот почему задаю этот вопрос, потому что мы видим вот эту историю, все нам говорят, как поступить в колледж на педагога в стране, да, как вот действительно, то, о чем сейчас говорит непосредственно Наталья Балерьевна, что все хотят, вот все ведь учители, мечтают, девочки очень многие, все хотят, потом такие, раз, а у тебя там 4,6 пати ставят, 4,8, все только мне бюджет. Значит, еще раз, у нас педагогический колледж 1 и 2 университета имеют структурное подразделение, которое реализует программу среднего профессионального образования по педагогическим специальностям. В совокупности у нас было 360 мест бюджетных, тысяча заявлений было подано. Средний вал на педагогические специальности 4,6, 4,7. Да, мы также использовали возможность поведения, психоперетестирования и собеседования. Безусловно, это важная история именно в поведении, именно на педагогические специальности. Соглашусь с коллегами, позволяет выявить дополнительно степень мотивации, понять, насколько мотивированный контингент пришел в систему среднего профессионального образования. Но подчеркну к истории, что у нас 90-30% выпускников, получающих среднее профессиональное образование, по окончанию трудоустраивается в учреждениях дошкольного общего и дополнительного образования. Этому способствует, безусловно, ранняя профориентация в школе, еще раз это подчеркну. И тесное взаимодействие колледжа с базовыми школами, детскими садами. Фактически на четвертом курсе значительная часть студентов уже переходят на индивидуальные учебные планы вместе с наставниками, либо самостоятельно работают, либо работают под руководством наставников на такой фактически сплошной практике с использованием инструмента индивидуального учебного плана. Это, конечно, может радоваться. Дефицит педагогических кадров, он нам имеет место быть. Но и те масштабы создания новых мест рабочих в системе общего и дополнительного образования, дошкольного образования, которые сегодня в стране, благодаря национальному проекту, это колоссально. Но просто для Тамбовской области у нас 100 тысяч обучающихся. Мы дополнительно за два следующего года создадим почти 7 тысяч ученических мест и почти полторы тысячи новых мест рабочих в системе общего и дополнительного образования. По этой задаче, конечно, нужны новые кадры. Очень круто. Спасибо вам огромное за этот комментарий. Ну что, коллеги, мы приходим в сессию вопросов-ответов. Мы идем в гибридном формате. Часть вопросов, которые поступают к нам онлайн, часть вопросов в залах. Пожалуйста, если вопросы в зале, пожалуйста, поднимайте руку, представляйтесь. Микрофон за сюда на второй ряд. Михаил Воробьев, агентство «Спутник». Расскажите, пожалуйста, сколько человек из стран ближнего зарубежья в этот раз поступило в колледжи и из каких это люди стран? Спасибо. Есть у вас иностранцы? Нет. При том, что у нас такая возможность есть, но даже на уровне отводных заявлений не было таких желаний. А география, если брать Россию, то очень огромная для нас. Но мы колледж при федеральном вузе, поэтому... Давайте мы этот вопрос зададим, в первую очередь, в Новосибирскую область. Очень близкие территории, различные как раз к регионам. Есть ли у вас иностранцы, особенно из ближнего зарубежья? Да, вы знаете, у нас есть поступающие из стран Евразии. Это же понятно, да, что мы находимся в такой серьезном энергетических актах, я сказала выше. На самом деле, не такое большое количество. Уменьшилось число людей, которые к нам из Казахстана традиционно поступали в последнее время. И мы как-то так сосредоточились все-таки на, знаете, на укрепление своих позиций в сельских территориях, когда наши дети в отремонтированных общежитиях к нам выезжают, у нас учатся и у нас остаются. Поэтому я бы не сказала, что если есть какая-то такая синдромная положительная динамика, но, да, конечно, какое-то определенное количество ребят есть. Я думаю, что мы чуть позже были в итоге, когда у нас опыты в последние полтора процента укрепленной кампании, включая заочную форму обучения, будут закрыты. Спасибо вам огромное. Коллеги, хотели бы, чтобы добавить Елена Викторовна, например. В нашем регионе где-то порядка 100 студентов из ближнего зарубежья. Это в основном у нас Таджикистан, Казахстан, Армения, ну и другие страны ближнего зарубежья. Поэтому мы обеспечиваем все условия, для них достаточно интересная программа. Сделаем акцент на развитие русской культуры, что является очень важным. И поэтому мы вот как-то так. Спасибо огромное. Санна Громовна, что-то добавите? Да нет, там русской области обучение иностранных студентов в системе СПО – это скорее разовая и единичная история. Поэтому условия, безусловно, у нас есть, созданы. Вот в системе высшего образования иностранные студенты активно изучаются. Это не только ближние зарубежья страны СНГ, это и, безусловно, страны Африки, Азии. А в системе среднего профессионального образования это такие единичные, скорее, которые никакому обобщению не подлежат. Спасибо. Вопрос, который мы получили онлайн от наших коллег-журналистов, он относится уже, например, к сельскому хозяйству, к педагогическому образованию, к вопросу, связанному с медицинским образованием. И коллеги нас спрашивают, что в этом году среди трендов, которые обсуждаются активно в публичном информационном пространстве, чаще всего называют клинической медициной как направление. Вот если у вас такое направление подготовки, клиническая медицина и, собственно, насколько она востребована. Вообще, собственно говоря, медицина, мы говорили, есть целевой набор, есть подготовка специалистов среднего звена, по сути дела, да, то есть медицинские сестры, фельдшеры, которых так нуждается сегодня страна, особенно в сельской местности. А вот то, что связано, мы знаем, что формация традиционная, одна из самых таких знаковых непосредственных направлений подготовки. Но вот если клиническая медицина, кто готов прокомментировать, просто дайте мне вот как бы знак, и я буду готова передать вам микрофон. Коллеги, можно ли я начну? Давайте. Ну, мы, наверное, в сухой клинической, это лечебное дело. Сегодня подготовка кадров специалистов среднего... Поэтому, вот так вот. Спасибо. Назврис, доброго. Добавлю, если позволите, конечно, да, есть у нас, где медицинский колледж, который имеет не один филиал, да, в территории Новосибирской территории, в Новосибирской области. Здесь есть естественское дело и лабораторная диагностика, и стоматология, и архиопедическая, и профилактическая, и фармация лечебная. Потому что русское дело, все верно, это так. И вот то, что уже там, 12 августа закрыли приемы компании окончательно и бесповоротно, это история про медицинский колледж. Это совершенно точно, в зависимости от того, где располагается филиал в такой территории. И еще замечательная история, что у нас это отраслевая тема, точно так же, как и с медицинским университетом. Наш медицинский колледж находится в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Новосибирской области. Поэтому там все в порядке, с целевыми историями, и вот с этой профориентацией на школьном этапе, и далее переходу этих наших студентов в поступление в высшие учебные заведения. Спасибо вам огромное. Коллеги, есть ли еще вопросы в зале? Тогда, если позволите, один вопрос уточнения, который мы получили онлайн. Мы говорим о системе государственной, безусловно, учреждении среднего профессионального, организации среднего профессионального образования. Какова высока доля негосударственного сектора? Мы вот в прошлом году, подводя итоги приемной кампании 2022 года, отмечали, что, собственно, негосударственный сектор начинает расти. Есть ли здесь конкуренция? Видите ли вы коллег, ну, скажем так, все равно регулируете их деятельность через традиционные различные процедуры? Собственно, насколько они представлены и востребованы вообще за то, что происходит в негосударственном секторе? Да. Да. Можно? Да. Давайте. У нас четыре частных колледжа. Они также востребованы, как и государственные. И более того, они настолько сейчас конкурентоспособные, что выходят на конкурс контрольных цифр приема. И если они в рейтинге по своим, по подготовке специалистов среднего звена и подготовке профессиональных рабочих и служащих занимают первое место, то они получают огромные цифры приема. Поэтому они востребованы и дают возможность для развития. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, и вы знаете, я сегодня вот, вы знаете, мы очень подробно на самом деле посмотрели на ситуацию с приемом, с итогами приема, посмотрели ключевые тренды, увидели топы, посмотрели баллы, то есть посмотрели разные секторы, увидели на станции. Мне кажется, что картинка такая реально складывающаяся. Но я бы хотела сейчас задать вопрос, не сочтите его провокационно, коллеги, но вопрос, который часто в последнее время, именно ввиду высокой популярности по направлению среднего профессионального образования, задают родители. Ну, вы же понимаете, да, родители, они люди очень прагматичные, они сразу начинают думать, они говорят, ага, значит, если это хорошо, классно, модно, гарантированно трудоустройство, надо идти. Вот вопрос вообще даже вопросов не вызывает. Потому что потом, если что, доберем высшее образование, и мы видим по данным, что действительно это так, потому что где-то процентов 50 из выпускников колледжа, они потом дальше идут в ВУЗы, да, то есть уверенно, плюс ВУЗы создают программы непрерывные, как раз вот у вас такая же история есть. И при этом они видят, что когда такой бешеный конкурс, тут еще, значит, собеседование, тут еще дополнительные вступительные испытания возникают. Ну, на предыдущем этапе было, что ли, как аттестат. Возникает очень прагматичный вопрос. Можно ли, можно ли, условно говоря, в течение учебного года, там, девятиклассник, да, предварительно, простите, сейчас скажу такую вещь, забронировать место в колледже? Потому что родители об этом спрашивают, действительно ли, можно ли заранее прийти в колледж, оставить какую-то заявку, ну, простите, броню, это звучит почти как коррупция. Я не про коррупцию сейчас, я про заявку о том, что да, мы хотим у вас учиться, мы выбрали вас, и мы готовы к вам принести документ. Вот, а, может быть, попросим на дальнюю предварительно начать в этом вопросе? Ну, безусловно, наверное, вот для таких родителей, их действительно с каждым годом, наверное, все больше и больше будет становиться тому, что, в принципе, среднее профессиональное образование приобретает популярность, верно вы сказали. Прежде всего, для таких родителей существуют в любом педагогическом колледже, ну, и от педагогических сейчас колледжа, как и в любом колледже, наверное, дни открытых дверей и разные другие формы профориентации. Последние годы как раз таки показывают, что на такие мероприятия приходят не только абитуриенты потенциальные, а приходят вместе с родителями, потому что именно родители хотят вникнуть в вопрос, ситуацию, чтобы принимать затем вместе с ребенком какое-то решение. Если говорить непосредственно о нашем опыте, действительно, мы с каждым годом слышим в приемной комиссии, когда нам именно родители говорят, что мы хотим именно в ваш колледж. Естественно, они узнают о нас в рамках нашей работы. Но если вы смотрите, например, на молодого человека, ну, предположим, он отличник, вы знаете, вот уже в середине 9 класса видно, когда он идет на красный аттестат, сейчас прямо скажу так, да, видно, что у него будет, скорее всего, красный аттестат в завершении основной школы. Нет желания выдать промо-студенческий билет. Знаете, некоторые университеты, когда еще идет приемная кампания, студент только подходит и ему говорит, о, классно, ты высокобанник, у тебя три по 100, на тебе наш, условно говоря, такой презентационный студенческий билет. Выдать так условно, образно говоря, нужен, но, опять-таки, вопрос уступительных испытаний, все-таки он должен будет еще и доказать, да, подтвердить право его получить этот студенческий билет. Спасибо огромное. Это Занна Петровна, продолжите? В смысле можно. Как это непровокационно звучит, мы реализуем проект колледж-классы, когда еще будучи учеником 9-го, порядка специальности 8-го класса школы, мы начинаем реализовывать программы с не такого интегрированной общего образования, и даже отдельные модули профессиональные, и фактически у нас обучающиеся являются и обучающимися школы, и в части реализации программы и профессиональных, и отдельных модулей профессиональных студентов. Поэтому по совершению 9-го класса он не начинает учиться в колледже на первом курсе, а продолжает обучение уже в колледж-классах фактически в качестве студента колледжа. Такие колледж-классы действуют у нас в том числе по сельскохозяйственному направлению, по направлениям, связанным с машиностроением, и такие колледж-классы пользуются специальностями, но особенно у ребят в сельских школах. Спасибо вам огромное. Елена Витальевна. Коллеги, на ответ провокационный, как вы сказали, можно ли в течение до сроков приема забронировать место, я хочу сказать нет. Потому что сроки приема документов определены до 10 августа, минимум до 8 и до 15, извините меня. И после того, как заканчивается прием документов, выстраивается рейтинг. И в соответствии с этим рейтингом определяется рейтинг. Поэтому у нас не так. Спасибо. Спасибо вам. Марина Витальевна, что происходит в Новосибирске? Ну, конечно, я абсолютно согласна с коллегами, забронировать ничего невозможно. Есть конкурс, конкурсная ситуация. И лучшим билетиком на вход, который можно приобрести до начала временной кампании, это будет, например, обучение в педагогическом или психолого-педагогическом классе. Это накопление индивидуальных достижений, участие в педагогических олимпиадах. То, что ты сможешь на собеседовании предъявить, то, что будет демонстрировать профориентированность плюсом к аттестату. Поэтому нет, но с другой стороны, нужно обязательно работать, с тем, чтобы прийти к серьезному багажу. Спасибо вам огромное. Вы знаете, я бы хотела сделать здесь акцент. Сейчас обращаясь к родителям, которые нас смотрят в рамках нашего разговора, он в турнире он большая. Обратите внимание, вот о том, о чем говорят сейчас коллеги. Фактически мы всегда говорили о том, что нужно очень внимательно делать свой выбор в отношении высшего профессионального образования. Участие в олимпиадах, формировании в портфолио и так далее. Обратите внимание, что фактически мы говорим о том, что для того, чтобы сейчас оказаться после 9 класса в хорошем колледже, на востребованной специальности, и затем прийти в классную компанию, к лордонному работодателю и зарабатывать хорошо у нас, Андрей. И это происходит достаточно быстро, потому что программа профессионалитета, все-таки программа более компактной профессиональной подготовки. Это не 4, это не 5 лет в вузах и так далее. И вот в этой во всей истории для нас тоже очень важным становится портфолио. Это то, о чем мы не говорили, так вот, ну как бы мы обсуждали об этом в школах, мы обсуждаем и так далее. Но все-таки в федеральной повестке мы фактически начинаем говорить об этом так громко впервые. Нам нужно портфолио. Мы должны понимать, что помимо хороших оценок аттестата, нам все-таки нужна то, что называется личная возможность, личная предрасположенность к той профессии, которую вы будете реализовывать. И в рамках собеседования будут смотреть именно на это в том числе. И, соответственно, обязательно обратите внимание, что когда вы делаете свой выбор, он такой достаточно серьезный, ответственный свой выбор. Это не просто история про то, что, а, я ухожу из школы, потому что не хочу сдавать единый государственный экзамен. Я выбираю на самом деле серьезную профессию. Я дальше иду работать и дальше, если мне необходимо, буду добирать образование. Выбор достаточно серьезный, подготовка серьезная, уровень требований. Да, не просто, мы говорим, видите, аттестат уже 4,6, 4,7, 4,8, 3 человека на место больше, по ключевым направлениям топовым мы это видим, где-то 7, где-то было 30, где-то было 100. Абсолютно такая картина большая. Вот почему мы сейчас делаем эта акция? Еще раз, сегодня колледж, я обращаюсь к родителям, это на самом деле современнейшая, интереснейшая форма получения профессионального образования. Но сюда конкурс, сюда отбор, естественно, особенно на бюджетные места. И за него стоит бороться. Поэтому учитывайте это, пожалуйста, в ваших личных семейных траекториях. Учитывайте это, когда формируете, готовите ребенка, да, и психологически в том числе его готовите. Здесь не только профориентация, но и возможности прикосновения. Вот все эти возможности, о которых говорили коллеги, то есть в Новосибирске, в Тамбове, в Нижнем Новгороде, в Москве, в других регионах, практически в каждом регионе России созданы такие системы. Используйте их, идите в профильные классы, выстраивайте эти моменты. И мне кажется, как раз этот выбор нашего молодого человека, будущего нашей страны, будет максимально осознанным. Я благодарю сегодня всех наших спикеров за интереснейший разговор. Я искренне поздравляю всех специалистов, всех сотрудников, всех мастеров и педагогов системы профессионального образования с поступающим профессиональным праздником. Желаю завершения успешной приемной кампании, коллеги. И давайте мы сделаем все, чтобы наше подрастающее поколение, наше системообразование было максимально востребовано в задачах, то есть в большой стране, в которой мы все живем. Спасибо. До свидания.